В последние несколько лет велосипед стал не столько развлечением, сколько возможностью для передвижения. Согласитесь, добраться в любой необходимый пункт можно быстро, без пробок и, что главное, с ветерком. Параллельно развитию велодвижения в городе стала активно развиваться и велоинфраструктура. И первые изменения, и первые шаги уже заметны. С приходом тепла велосипедистов действительно стало на улицах больше. Сказалось, и ситуация с коронавирусом. Многие предпочли двухколесный транспорт переполненному общественному. Тем более, что велодорожек в последние годы в городе стало больше. Однако есть одно «но». Не всегда предложенные веломаршруты цельны и последовательны. Для того, чтобы улучшить ситуацию, представители организации «За велобрест» разработали свою карту велоинфраструктуры. Мы сделали карту электронную, на которую нанесли по четырем градациям все велополосы, велодорожки в Бресте, которые есть. И также приложили 350, более 350 фото. Таких, скажем, фотодокументов, которые подтверждают наши выводы о том или ином заключении. Найти карту можно на официальной страничке организации ВКонтакте. Она достаточно проста в использовании. Каждый маршрут обозначен линиями своего цвета в соответствии с тем, насколько оборудована инфраструктура. В дополнение фото, наглядно демонстрирующее обстановку на этом участке местности. Как видите, когда мы ее приближаем, появляются значки уже тех фотографий, которые здесь нанесли мы на эту карту слоями. И после этого, когда мы открываем, нажимаем эти слои, мы можем получить то изображение карты, которое уже непосредственно есть. Например, мы приближаем какой-то велопереезд. Вот здесь вот видим значки карты, уже изображение их нажимаем и получаем это изображение, которое вот здесь вот уже непосредственно есть. Грамотное распределение велодорожек – один из важных моментов, который определяет качественную систему жизни в городской среде. Эти моменты включены в концепцию построения эффективного умного города, принятую до 2050 года. Сегодня задача состоит в том, чтобы сделать областной центр более комфортным и логичным с точки зрения имеющихся зеленых зон. Чтобы у каждого обрещания нам была возможность приобщиться к отдыху на природе в грамотно обустроенном зеленом уголке, причем недалеко от дома. Перед тем, как разрабатывать генплан, мы задались целью. Вообще нас устраивает, как жители города, Брест, его качество среды, его застройка. Сегодня в городе 350 тысяч жителей, там будет 400 тысяч, мы наберем со временем, там больше будет построено метров квадратных, больше будет построено дорог. А станет ли город лучше от этого? Большой – это не значит, что в нем жить лучше. Поэтому мы во главу поставили не количественные показатели, а качественные. То есть не сколько метров квадратных будет построено, а каких метров квадратных. Несколько дорог будет километров построено, а позволят ли эти дороги связать или сделать передвижение по городу более краткосрочным, более короткие маршруты дом-работа-дом. Соответственно, вот здесь и речь про развитие общественных территорий. Это третье место – дом, работа и общественное пространство. Когда мы после работы не возвращаемся домой к телевизору, а встречаемся в кафе, в парке, в сквере и продолжаем полноценную жизнь. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.